В этом видео присутствуют скримеры. Не нужно бояться. Вот, оно идеально подходит. Игра начинается с того, что мы вспоминаем время Квейка 3-го, 1-го Анрила, и играем за священника, которому нужно всего-то навсего с помощью дробовика с бесконечным зарядом патронов просто уничтожить огромное количество нечисти. Прекрасная графика, современная для 2024 года. По-моему, прекрасно, идеально всё идёт. Никаких фризов, никаких лагов. Даже моя несчастная видяшка вроде бы как справляется. Ох, какое мясо! Тихо, спокойно. Спокойно, голова. Рогатая, я не понял. Так, этого вальнули. Но там, по-моему, летает ещё какой-нибудь этот залупатый глазик. Сейчас мы ему тоже покажем. Забираем кубки огня из Гарри Поттера и радуемся жизни. Ну что, нормально? Нравится вам? Прикольненько, да? Необычно? Хочется вот прям в старое время в это вернуться, да? Вот есть отдельная категория людей, которые любят прямо вот... А вот раньше было лучше. Раньше трава была зеленее. Эх, плак-плак. Ё-моё. Плак-плак. Так, тут что-то многовато. Вот я вам вернул то самое старое, как говорится, репечко. Готово. Что это? О-май-гад. Тихо, там наверху ещё пара ублюдков есть, которые пытаются... Пытаются, видишь, пытаются хоть как-то меня убить. Но получается у них, конечно... А, он ещё внизу теперь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эта хей, по-моему, больновато бьёт. Привет, глазёк. Если я там упаду, то мне габелло. Так, сюда. Не знаю, провалился он под текстурой или так надо, но вроде бы всё нормально. Привет. Классно, да? Вот именно то, что я хотел. Эту неделю мы закрываем с вами по хоррорам, как я и говорил. Такая у нас насыщенная получилась. Хорошая неделя. Надо что-нибудь такое, знаешь, более лайтовое пройти на следующий. Так, мы перешли сюда. Здесь какая-то активация. Вроде бы всё в порядке. Так, что у нас здесь? Ещё какие-то ублюдки. Сколько бы вас не вылезло, мне надо собрать ещё 10 кубков. Я, правда, не очень понимаю, где мы это и как сделаем. Поэтому, ну, такое. Так, нормально. Опа. Опачки. Так, тут огромное головище. Привет. Ай-яй-яй-яй-яй. 13 хп осталось и меня убивают. Надо как-то это пройти. Game over. Shoot to restart. Ну, вроде нормально. Я уже понял примерно, что здесь мы спокойно... Hey! You are? Мне пишут, спрашивают, как дела, ты здесь? Ладно. Я свернусь. Ничего страшного, что мы играем в игре. Я думаю, вы это уже, наверное, поняли. Но, может, не поняли. Так, тихо. Подожди. Подожди. С помощью табуляции можно сворачиваться. Так, клик тут... Click here to type your message. Как? Click here. Да, я сейчас просто играл в демоническую кровь. Так, Марк нам что-то печатает. Давай посмотрим, что за Марк. А, типа, да, это игра, которая похожа на Quake. Она действительно похожа на Quake. Но это было немножко сложно. Но, как бы, для первого уровня я испытывал некие трудности. Ха, ты нудар, он мне говорит. Наверное, тебе нужно понизить сложность. Нет. Сложность мы понижать точно не будем. Я думаю, что я буду еще играть. А я выйду из игры, когда придут мои родители. Так что все нормально. Ты подготовил мне подарок на Новый год? Как бы на Рождество. У меня нет никаких интересных идей. Но есть одна прикольная страшная тема. Это как раз будет мой подарок тебе на Хэллоуин. Отлично. Я весь во внимании. Нет, нет, неправильно, неправильно. Подожди. Я читаю. Я готов. Я слушаю. Что ты там готовишь мне? Так, что бы такое написать? Ну, погнали. Ладно. Хорошо. Окей. Меня это дело устраивает. Я отправлю тебе линк, говорит нам Марк. Ты просто перейди по нему и скачай, посмотри, что там. О, nightmarefuel.com. Добро пожаловать на кошмарный фуэл. Это у нас топливо, типа, да? Ну, давай. Месседж-борд. Давай посмотрим. Кинг Дэвид, что пишет. Извините. Так, меня зовут Дэвид Смит. Я люблю делать игры, создавать их. Я был еще ребенком, когда почувствовал тягу к определенным играм, типа Quake, Resident Evil и Silent Hill. И, в общем, я решился создать свою игру, которая сможет напугать людей не лучше этих первоисточников. Извините меня, пожалуйста. Если у вас будет сердечный приступ, то я, к сожалению, не виноват. До свидания. I'm sorry, exe. Так, я поставил на скачку. Я не знаю, нормальный это или нет. Если там нет какого-то майнера, вируса или какой-нибудь лабуды-лабудай, Марк спрашивает меня, скачал ли я. Ты скачиваешь уже? Yes, of course. А, он сам пишет. Downloading now, он пишет. Хорошо. Да, детка, ну что? Это, как говорится, устроим сейчас заварушку. Да, конечно, я, в принципе, готов. Что-то по поводу Амалии. Будет ли она свободна на Рождество? Ты у нее спрашивал? Да. Она отправит родителей, короче, этим утром и будет дома одна. Отлично, это самое лучшее время для того, чтобы поиграть в страшные игры. Так, download completed. О, скачалась. Давай откроем, посмотрим, что там. У нас уже были на канале подобные игры, где мы, типа, играем в игру, потом что-то скачиваем и потом оказываемся, типа, в игре. Игра в игре — это не новое, как бы, направление, такое бывало, но тем не менее. Так, давай посмотрим, что здесь. Я загружаюсь. Так, хорошо. New game. Поехали. Погнали, как говорится. В этой игре присутствуют элементы насилия и кровишки, поэтому если вы чувствительны к чему-то из этого, то будьте внимательны. Так, мы куда-то едем. Если вы поняли, вы поняли, что, типа, это, как бы, экран, монитор квадратный. Почему люди не научились останавливать дождь? Но, к сожалению, всякие криминальные дела происходят независимо от погоды. Кто-то из этого дома... А люди в этом доме слышали какой-то странный звук и вызвали полицию. Ты думаешь, это будет сложно? Я думаю, что мы должны отреагировать на этот вызов. Может быть, здесь кого-то убили. Отлично. Просто замечательно. Самый лучший вольный перевод. Главное, чтобы вы поняли суть. Короче. Полицейский с напарницей приезжает в странный дом, из которого поступает не менее странный звонок. О том, что какие-то крики, что-то происходит, и мы должны, естественно, поехать проверить, какого хрена. Привет, Алла-ла. Блин, какая красивая тыковка. Да, тыковка нормальная. Ох, машинка наша. Так, ладно. Позади экрана, сзади видно, что идет дождь. В реальности. Я не могу, к сожалению, я могу свернуться. Я не могу встать походить куда-то. У меня есть интернет. У меня есть... Awesome Internet. И Awesome Manager. Так, здесь наш дружбанчик где-то. И вот здесь игра. Так, погнали. Давай разбираться. Так, похоже, там наверху есть свет, значит, дома кто-то есть. Но, походу, да. Начало, как в каком-нибудь Resident Evil. Старый особняк, ты приезжаешь, и начинается какая-то вакханалия. Так, мать, привет. Где ты? Блин, а я в темноте не видно. Нажмите, чтобы взаимодействовать. Ха-ха, нормально. У них даже козырька нет, понимаешь? Укрыться не получается. О, добрый вечер, офицеры. Добрый вечер. Чем я могу помочь вам? Мы получили звонок из этого странного места. Там был какой-то шум и крики. Что вы можете сказать по этому поводу? Крики? О, боже. Хорошо, я очень извиняюсь. Но я ничего странного этой ночью не слышала. Может быть, это был какой-то просто безобидный розыгрыш? Все возможно. Но можно мы пойдем внутрь и осмотримся? Конечно, заходите. Будьте как дома. Нам нечего скрывать. Блин, горничная такая прям секси-пекси. Я что-то чувствую, она здесь вряд ли вообще работает. Меня зовут Лора. Я здесь домработница. Я офицер Джек Кинг. А это моя напарница, офицер Эми Ловкрафт. Вы что-нибудь слышали странное здесь? Здесь только я, доктор Фрэнсис, и его сын, и маленький Дерек. Так, доктор находится у себя наверху, в рабочем кабинете. А ребенок спит. Мы должны встретиться и пообщаться с доктором Стокером. Так, хорошо. Ой-ой-ой. 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 Туп-туп-туп. Туп-туп. Ладно, с ней поговорить нет смысла. Она говорит, что он находится наверху у себя в кабинете. Поднимаетесь наверх, и в западное крыло. По холлу вперед. Хорошо. Давай сначала я здесь похожу, посмотрю. Сюда можно зайти? Ну, а как я должен еще реагировать? Приехала полиция. Они в любом случае должны приехать и посмотреть, разобраться. О том, ложный это вызов. Или пранк это, или реально какая-то херня случилась. Да, дед? Или это женщина? Извините, пожалуйста. Издалека не разобрал. Так, напарница со мной тычется. Что это? Револьвер АММО. Отлично. То, что надо? Дверь закрыта. Не открывается. Я думал, это соль рассыпана. Так, я вот думаю, надо мне сюда заходить или нет? Хорошо, давай сначала... Давай сначала я схожу еще направо, посмотрю. Потому что дом большой. Как бы интересно. Блин, ну она прям, конечно... Прям доктор Стокер знал, кого нанимать. Обычно это может быть какая-нибудь бабушка, знаешь, такая вот уже, которая любит свою работу. Это что? Ноутпад. Можно записать рапорт о том, что ты видел. О, хорош. Давай засейвимся. Так, я записал рапорт, и теперь у меня есть сейв. Хорошо. Дверь закрыта. Или что-то мешает ее открыть. Так, идем наверх, посмотрим. Нам встречает картина этого семейства. Доктор Стокер. Его жена. И сынок. Сынок немножко странный. У сына голова больше, чем у матери. Хрен на себя. Это кто? Любовница? Мученица? Вторая жена? Это точно дед. Так, западное крыло, наверное, здесь. И хер его знает. Ты думаешь, я ориентируюсь прямо где западное, а где нет? Так, ладно. Ты не шаришь? Походу, нет. Туда пойти. Давай, ладно, раз мы начали уже в эту часть идти, давай пойдем посмотрим, что здесь. Уже даже интересно стало. Нажмите shift для того, чтобы бежать. Бег привлекает лишнее внимание и издает шум. Здрасте. Я туда пошел? Да, походу. О, доктор Стокер. Привет. Доктор Стокер. Доктор Стокер. О, боже. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне очень жаль. Я не знаю, что вы слышали, офицеры. Но здесь вроде ничего плохого не происходило. Можно мы осмотримся? Кто-то позвонил на горячую линию и кричал. И крики были из этого дома. Вы можете осмотреться, пожалуйста. И очень занятой человек. Если вы что-нибудь странное найдете или неординарное, то, пожалуйста, сообщите мне. Хорошо. Какая жабка. Какая милая жабонятка. Так, хорошо. Какой-то подозрительный хрен. Так, если посмотреть, конечно. Что это у нас? Can you see me? Ты меня видишь? Ты меня видишь? Так, я ее подвину. Хорошо. Уже понятно, что в этом доме не все так ладно. Давай пойдем посмотрим. Там куча дверей была. Фонарик у меня естественный. Я так понимаю, нет? Ориентироваться в потемках... Нет, ну ты представь, что платить за свет в таком огромном доме, это надо быть реально богатым и успешным человеком. И одной домработнице здесь явно будет маловато. Что это? О, я заберу. А птичка никогда не бывает лишней. Поэтому три подсвечника на огромный коридор, это еще нормально. Так, тут есть какой-то проход, нет? Обидно, что моя напарница, она никак это не комментирует. Так, там внизу домработница. Давай сюда пойдем. Нормально так? Нормальненько, слушай. Я не знаю, что это за склеп. Может быть, это типа... Блядь, как оно называется? Не галантерея. Короче, я забыл, из головы вылетело. Там могут быть растения типа маленького ботанического сада, только домашнего. Так, я еще в эту часть не ходил. Здравствуйте. Есть кто живой? В шкафу никто не прячется. По крайней мере, я делаю свою прямую работу, я осматриваюсь. Дверь заперта. Не открывается, не поддается. Внизу, если я не ошибаюсь, вроде были еще двери. Меня уже ждут, смотри. Нормально. Сейчас мы скажем, типа, не, все нормально, ничего такого не было. Опа! Какого хрена, что это было? И вы не говорили, что в доме есть еще какая-то женщина? Мне очень жаль, офицер. Иногда я забываю про миссис Стокер. Она болеет, она наверху. Да, серьезно. Пожалуйста, не беспокойте ее. Мы не хотели бы ее беспокоить сейчас. Она требует к себе тишину, король. Но она хочет находиться в тишине и не просит ни за на гостей. Мне очень жаль, но я должен зайти к ней. Ну, хорошо. Вот ключ от ее комнаты. Держите. Она вот так дает, вот типа... На, держи. Я не хочу ничего знать, блядь. Держи этот ключ. Так, взяли ключ от Кейтерин Стокер Бедрум. Ой-ой-ой. Здесь точно какая-то херня творится. Так, давай я запишусь. Надо, наверное, это делать почаще. Так, мы две минуты всего играем. Да ты что, прикалываешься? Может такого быть? Так. То, что у вас какой-то роман с доктором Стокером, это я уже понял. Только, как говорится, в воду не гляди, писей в луже не води. Тут все понятно. Так, получается, она сюда, говорю, да? Тут ванная. А сюда мы не заходили. Вы использовали ключ от комнаты Кейтерин Стокер. Здравствуйте. Здравствуйте, это офицер полиции. Я забыл, как тебя зовут, правда. Господи, она что, мертва? Хуй его знает. Таблетки я себе заберу, ладно? Мисс Стокер, почему вы похожи на молодую Грэнни? Так, опять за... Что за, блядь, вот эта вот манера сиськохвата? Ничего себе с пальцами на что-то показывает. Похоже, она действительно выглядит мертвой. Твою мать, святое дерьмо. А кто же тогда кричал из этой комнаты? В этом месте много разных секретов, которые мы не знаем. Так, ладно. Что будем делать? Вызываем полицию? А, мы же так, полиция! Блядь, проблема. Может, ее укрыть? Хм, интересно. Они меня прямо поставили в такое неловкое положение. Я же типа полицейский. Я должен что-то предпринять. Но я не понимаю, что я должен делать. Что это было? Меня как будто оттолкнули. Какого хрена? Она идет за тобой. Остановитесь. О, привет. Эквип. Я эквипил? Ты делаешь, болван, блядь. Что делаешь? Так, подожди-ка. Подойди и ударь. Миссис Стокман. Я не хотел этого делать. Но придется вас бить. Бля, нихрена она замахивается. Падай, ебан. Ебаная тетя, кстати, сюда подходит. Какого хрена происходит в этом месте? Она же была мертва. Что-то странное здесь творится. У меня есть слишком много... Я должна получить ответы на свои вопросы. Говорит наша напарница. Давай, иди получай ответы на вопросы. Давай, мать твою. Давай сюда. Да, ничего так нормально. Можно будет за нее играть или нет, я не знаю. Итак, мы отмудохали миссис Стокер. Никто этого не видел. Поэтому можно возвращаться. Теперь я могу драться. Теперь это еще больше похоже на резик. Так, мне пишет наш друг. Подожди. Так, что там у тебя происходит? Так. Похоже, я сейчас убил зомби жену. Это было крипово. А, ты видел девочку, спрашивает Марк? Какую девочку? Какую девочку я должен видеть? Напарницу? НВМ. Это какое-то сокращение. Не знаю. Спойлеры? Кто шарит, что такое НВМ, надо будет погуглить. Так. Какую-то девочку я должен был видеть. Ты девочка? Ты женщина уже. В самом рассвете сил в самом соку. Туда есть смысл идти? Нет, наверное, есть. Надо хотя бы пройти посмотреть, какого хрена там происходит. Тут просто очень темно. Я не знаю, такие темные коридоры. Я оттуда лучше не буду мокаться. Так. Я же могу бегать точно. Закрыто. О, блядь. Эй? А где горничная? Где домработница? Есть кто живой? Давай найдем доктора. Мы не сможем отсюда выбраться, она закрыта с той стороны. Так, нас здесь заперли. Все, пиздоси. Тут закрыто. Я не знаю, сохраняться или пока не надо. Доктор наверху был, я помню. Докторишка был где-то сверху. Тут закрыто. Так, стоп. Вот, мы типа должны были пройти. И, по-моему, такая дорога... Так, что-то я не понял. Подожди. Это у меня... Блядь! Тихо! Тихо! Где? Кто? Чего? Кто рычал? Там не видно ни хера. Так, стой. О-о-о-о-о-о-о-о. Веселуха, блядь. Веселуха. Так, у врача закрыто. Как мне к врачу попасть? Подожди. У меня что-то есть вообще? Револьвер Эммо. Это ключ от Кейтрин. Нам это не надо. Либо я реально там в темноту должен зайти, но я не вижу там с кем драться. Эй? Ты жива? Не, она по-прежнему лежит. Так, здесь нет прохода. Читая, заблукал, блядь, в трех этих стенах. А какую я открывал дверь, и там было темно? О, это мне в тот коридор надо. Так, я поднялся. Тут закрыто. А-а-а, вот оно что. Ключ от западного крыла F2. Так, ну карту... Блядь! Чёп твою мать! Ты охренела, что ли, падла? Опа, 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 чина! Тихо, 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 тихо! Тихо! Уйди! Не хер жа себе, она напарницу коцнула. Эмми, ты в порядке? Ах, твою мать. Она чуть не убила меня. Ах, дерьмо, ладно. Наверное, тебе нужно сейчас немножко отсидеться и восстановить себя. Я найду доктора Стокера. И попробую спасти нас из этого места. Будь, как говорится... Будь, как говорится. Так. Да что-то я всё время, блин, нажимаю тут-ап. А мне же напахилится, наверное. О! Харт! Отлично! Я чувствую себя прям нормально. Так, теперь мне надо пойти туда. Что здесь было? Вот теперь, наверное, можно сохраниться, правильно? Что здесь было? Надо смотреться. Раз теперь мы можем драться, то, наверное, надо глянуть. Чисто так из интереса, что тут вообще происходит. Здрасте. Ещё пара обезболов, конечно, не помешала бы. О! Запись. Сюда. Сюда, родная. Так. Оверрайт. Отлично. Всё. Я сохранился. Огромные комнаты какие-то. А, я по кругу просто вышел. Всё, я понял. Куда делась горничная? Неужели это она была? Так, ладно. Слишком реально много вопросов. Давай попробуем открыть это крыло, потому что... Потому что надо. Вот, я использовал. Всё, заходим. Чики-пики. Тут никого. Если что, можно, короче, делать блок. Типа такая тема есть. Я не слышу там звуков. Нормально всё? Эй! Доктор Стокер! Доктор Столка! В английском... Точнее, не в английском, а у англичан. Он, типа, не Столкер. Он Столка. Как Столкер, Столка. Что здесь? Медицинские заметки. Не думаю, что мне это сейчас поможет. Это дерьмо. Что там такое? К сожалению, в этой игре были найдены баги. Глюки какие-то. И это сломало в игре начальную какую-то головоломку. Кто-то нашёл документ, который содержит сообщение о том, как решить этот пазл. Вот что там было сказано. Ты должен запомнить комбинацию от этого стола. Количество оленей в моём кабинете плюс три. Мои бутылки виски минус восемь. Леди на портретах минус три. Кто умер? И последний номер расшифровывается в коде так. Сумма всех чисел минус spots on my tot. Я так понимаю, spots это типа дырки, отверстие. Тот это жаба-лягушка. Дырки на моей лягушке. Неплохое начало. Блядь. Так, ладно, подожди. Как отсюда выйти? Как выйти? Нет, не так. Escape. А, вот. Так, подожди. Там вначале говорилось про оленей. Олени, олени. Типа вот эти, да? Раз оленёнок, два оленёнок. Больше олени я тут не вижу. Так, а я могу открыть ещё раз, да? Значит, давай смотреть. Количество оленей в моём кабинете плюс три. Значит, пять. Понял. Два тут, три прибавляем, значит, пятёрка. То есть, первая цифра должна быть, по идее, пять. Так, идём дальше. Потом у нас было... Мои бутылки виски. Минус восемь. Сейчас посчитаем, сколько тут виски. И отнимем восемь. Да, вырубай. Так, вискарик, 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 вискарик. Вискарик. Это вискарик? Во, виски. Типа Джек Дэниелс, да? Так, раз, два. Там что? А там этикетка другая уже вроде. Так, здесь две. Вот ещё три. Три. Это что, тоже считается? Пять. Шесть, наверное, да? Вот ещё наверху. Восемь. Так, восемь штук. Сколько там надо было? Восемь бутылок минус восемь. Ноль получается. То есть, мы должны вписать ноль, получается. Ну, давай попробуем. Так, пять, восемь. Добро. Едем дальше. Значит, the ladies in the portraits минус три. Значит, надо посчитать, сколько женщин на портретах. Так, портреты были под оленями, я видел. Так, идём. Это женщина или мужчина? Тут, на самом деле, сложно понять. Так. Значит, раз. Два. Три. Тоже ноль. Портреты минус три. Три, ноль. Хорошо. Да ну, ё-моё. Я никак не мог открыть. Мне пришлось заново перезайти. Посмотрим, может быть, сейчас получится. Значит, здесь значения поменялись, видишь. Значит, я вроде бы как бы ввёл. Сейчас посмотрим. Во! Шесть пять, ноль пять. Я перезашёл. Я перепрошёл, короче, эту загадку, потому что у меня забаговались эти значения. Я не мог открыть. То есть то, что я там водил, всё правильно, но не открывалось. Видимо, немножко сыровата была демоверсия. Поэтому быстренько, заново всё мы это пробежали. Забираем ключ. Так. Что это было? От чего я ключ взял? Ключ от кухни. Кухня, по-моему, была на первом этаже, если я не ошибаюсь. Слышишь где-то звуки? Пиздец. Ладно, хорошо, спокойно. Спокойно. Сейчас попробуем выйти. По-моему, в реальности у этого чела начинает моргать свет. Эта игра явно проклята. Есть какая-то демоническая хрень. Но мне это нравится. Наша машина вроде на месте. Фонарика у полицейского, конечно же, нет, да? Привет. Здравствуйте. Давай сюда. Герои. Давай сюда иди. Иди сюда, падла. Давай, сучка. Слушай, оружие у меня тоже... Нифига, я не так быстро думал. Ух ты, ёпт. Нифига ты. Падай, блядь. Что это за ужас? Тихо, тихо, тихо. Я вон дед. Блядь, что, сука, помереть не хватало бы здесь. Так, тихо, спокойно. У меня вроде было, может, чем-то похилиться. О, хелси. Всё отлично. На меня напало. Я даже не знаю, кто это вообще. Тут должен быть мистер Стокер, ребёнок, его жена, горничная. То есть тут не так-то много вроде как людей должно быть. Хотя, по факту... На такой дом это немного. Так, у меня ключ от кухни. Погнали, проведаем нашу подружаньку. Что это? Что это? О, иди сюда. А чё, она прикрывает сиськи-письки. Спасибо. Она знает, что мы для Ютуба снимаем. Она прикрывает. Смотри себя. Так, а ну давай на свет. Тихо, тихо, тихо. Мать, спокойно. Падает. Опа. Опачки. Так. Что это такое там наверху? What the hell? Я не понял. По-моему, там полчеловека застряло. То, что я и говорил. Немножко есть баги. Я надеюсь, что это пофиксят. Так, давай я перезапишу прогресс свой. Ещё раз. Иди, знай, что дальше будет. Так, с этой мы расправились. Охуеть. Ладно. Где подружка моя? Она оставила мне только ревик. Так. Сюда, родной. Сюда, родненький. Тихо. По-моему, я кого-то вижу. Who was she? Кто она такая? Кто? Ты имеешь в виду, что моя подруга-коп типа тоже в этом замешана? Что я, блядь, сомневаюсь. Кухня была в этом крыле или в этом? Не в том. Есть кто живой? Здесь никого. Я помню, что там вроде сохраниться можно было, если обойти аккуратно. Здравствуйте. Ты одна здесь? Ух ты, она оклоняется. На, ёпт. Ой-ёй-ёй-ёй. Так, два выстрела и никто не выдержит. Это ж ревик. Это нормально. Это очень даже неплохо. Такой чисто вайп. Бля. А если я закрою? Она побежит, а я закрою. Ай-яй-яй. Далековато, наверное, целится оттуда. Давай, Шуша. Ну, в темпе нет. Давай, давай, давай. Хуяк. А-а-а-а. Лошара Миканта. Хуя, она открыла. Падай, падай, падай. Падай, блядь. Убьёт же. Ух. Так, есть хорошая аптечка. Давай визнём её. Как я и говорил, вайбится у нас здесь первый Resident Evil. Особняк, непонятные женщины-зомби. Женщины-зомби. Это, кстати, неплохая тема так-то. Ладно. Не знаю, туда я иду или нет, но, наверное, кухня где-то здесь. Да, китченки. Китченки. Бля, ну ты прикалываешься, что ли? Нифига, ты что, косишь? Или это она такая ловкая? Фига, как долго надо в них стрелять. Что это? Так, Лорей, пожалуйста, очисти книгу и поставь её обратно в мою комнату после того, как закончится какая-то сессия, какое-то что-то там. Я должен добыть несколько крови. Что-то там про кровь. Так, здесь точно происходят какие-то страшные вещи. Вот. Bloodstained book. Мы забрали. Теперь надо вернуться в его кабинет, я так понял, и эту книжку туда положить. Какая-то книга, призывающая, типа некрономикона. Всяких разных непонятных тварей. Сколько у меня патронов? У меня мало вроде было. Давай я, наверное, полицейскую дубинку возьму. Мне кажется, с ней как-то попроще было. О, они встают. Интересно, то есть они не умирают. То есть в какой-то момент они все превращаются в этих долбанных зомби. Хотя вот этот зал рассчитан здесь явно должно быть больше людей. Родня должна приехать, что ли? Так, мимо нее осторожно пройдем. И мимо второй аккуратно пробежим. Так, дамочки, извините, двери закрываются. Здрасте. Опа, опа, встает, смотри. Я же говорил, что эта падла встанет. И она встанет, конечно. Сейчас я тебе отмудоху и не переживай. Тебе понравится. Ай! Блин, она тоже два-три удара, я тоже габела. Тихо! Надо не забывать кью нажимать. Иди сюда. Опа, видишь, как работает? Падай, твою мать, сисястая! Вот, готово. Эта часть была закрыта, кстати. Не зайти, не выйти. Монстр пропал, там кто-то забаговался. Видимо, между этажами, хер его знает. Так, мне куда? А, книжку отнести в его кабинет. Сейчас попробуем. Сильно больной? Можно болеть. Можно выпить. Оно, конечно, бьет. Но вроде не особо так, что прям смертельно. Тут еще мальчик маленький должен быть. Но мы к нему чипа не заходим. Хотя детей надо было бы проверить. Не знаю, что там. По-моему, я слышу какой-то звук. Девочка? Это про нее писал Марк? Здравствуй, малая. Она же не вылезет сейчас из экрана и задушит меня. Нет? Не будет такого? Нет. Нет. Я очень надеюсь, что нет. По-моему, я не вылезет. Не вылезет. Не вылезет. Не вылезет. Не вылезет. Дальше. То есть, похуй, что-то упало. А, нет, не похуй. Нормально. Потому что как-то, блин, реально стрёмно. А хата ничего такая нормальная. Обычная квартира такая. Или дом. Да дом, скорее всего. Да, компьютер, конечно, вставляет желать лучшего. Есть кто-нибудь? Убирай. Убирай. Че ты? Окно закрой. То есть, его не смутило, что открылось окно, но упала ваза. Там кто-то стоит? Или это такое дерево? Я пока не понял. Вроде тихо. Никого не наблюдаю. Первый раз вижу, чтобы не было зеркала, чтобы посмотреть нельзя было себе. Тут никого. Штору убирать мы не будем. На улице вроде спокойно. Такая тихая, такая улица. Всё нормально. Никто вроде никого не трогает. Новый год скоро. Что это было? Посмотри в глазочек. Есть там кто? Ну, видимо, нет. Как выйти? Он типа сам выходит. Тут немножко как-то вот... Вроде нажимаешь Escape, а оно что-то в меню выходит. Так кто это был? Тут всё нормально. Может, попить что-нибудь там, перекусить? Не знаю. Чел вроде молчит. И о чём не говорит. Ладосик. Пицца. Это вроде нормально всё. Дома бегать нельзя. Так. Emily's room. Нельзя зайти в комнату сестры? Видимо, нет. Понял. Ну, это было очевидно, что либо дверь сама откроется, либо кто-то постучит и что-то нам оставит. Что там такое? Can you hear me? Ты меня слышишь? Да я тебя видел. Если ты девочка оставила, то мы её даже видели. Привет. А ты же в игре была. Ты в игре была! Amon Ashes. Спасибо, что поиграли в нашу демо-версию. Я надеюсь, что вам понравилась такая небольшая демочка. Есть потенциал. Я очень надеюсь, что разработчик доведёт игру хотя бы до релиза, и мы посмотрим, что там будет уже непосредственно в финале. С вами был Брейн. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Увидимся в новых интересных видео. Всего хорошего. Пока-пока.